Проблемы в местах лишения свободы остались, эти проблемы многие из них носят такой при нынешнем законодательном регулировании неустранимый характер. В колониях, тюрьмах и СИЗО Беларуси содержалось 33 400 человек. Мы всегда говорим о том, что эта цифра не отражает полного, не дает полного представления о количестве лишенных свободы в Беларуси, потому что в белорусских ЛТП в заключении содержится 6 800 граждан, не совершавших преступления. В распространенных учреждениях регулярно фиксируются случаи жестокого обращения. Параллельно мы говорим о том, что медицинское обеспечение заключенных неудовлетворительное. Все это в совокупности приводит зачастую к смерти заключенных, к гибели заключенных. Когда нас перевели в Жодино, в камерах совершенно не было отопления, и несколько дней мы постоянно находились в куртках, во всей одежде, которая у нас была, спали в этой одежде, в куртках, в обуви. И понятно, что находившись там, мы все равно писали какие-то жалобы на имя начальника ИВС. Но когда ты находишься там, у тебя не так много возможностей сообщить ту информацию, которая у тебя есть, сказать о каких-то нарушениях своих прав, интересах, которые ты видишь там и наблюдаешь. И нам просто говорили, что отопления в ВВС Жодино нету, потому что это решение города. Мы отдельно не можем включить к ВВС отопление, подождите. Ну и при этом всем одна из сокамерниц освободилась как бы раньше, и она дала ряд интервью СМИ, и буквально через день включили в ВВС Жодино отопление. Мы обращались в Национальный центр законодательства и правовых исследований при президенте и просили, скажем так, внести изменения в закон об обращении граждан и юридических лиц и внести полятие правозащитника. То есть человек, который обращается не от своего имени, но в защиту прав в интересах кого-то. Ну и естественно нам было отказано. Очень сложно от имени правозащитников обращаться в отношении кого-то, и правильно Павел заметил, как мы можем это сделать. Что касается уголовного преследования, то у нас есть несколько кейсов, по которым мы сейчас работаем. Первый кейс это невозможность ознакомиться с материалами дела даже представителя в следственном комитете кейса по материалам проверки по пыткам законного представителя с оформленной доверенностью, установленной законом. Следственный комитет отказывает в принципе в ознакомлении с материалами дела. И тут пробел в законодательстве. Законодательством не предусмотрена такая возможность ознакомления с материалами проверки законного представителя. Пытки, жестокое обращение, неоказание или некачественное наказание медицинской помощи, применение администрации колонии от неугодным осужденным, надуманных взысками, отсутствие страхования жизни осужденных, председательное применение условно-досрочного освобождения, замены на более мягкое, к осужденным рабский труд, все это для системы исполнения наказания является нормой. Все жалобы осужденных родственников на нарушение их прав в МВД или ДИН рассматриваются в пользу администрации мест лишения свободы. Такую же позицию занимает и Генеральная прокуратура, которая формально проводит проверки по жалобам осужденных и их родственников. И никогда не находит нарушения законодательства со стороны администрации. А так называемых жалобщиков ждут надуманные взыскания, затем ШИЗО, где могут применены пытки. Те, кто не прекращает оставить свои права, направляют в помещение камерного типа, а затем в тюрьму. Более того, при применении взысканий к осужденному могут задействовать других осужденных. Я хотел вообще начать с того, что мы в основном, как бы так, обществу больше известно о всяких проблемах с условиями содержания, с нечеловеческими процедурами в местах лишения свободы в отношении политических активистов, в отношении вот категории людей, которая как бы больше на слуху. Но вернемся к тем цифрам тюремного населения, которые отзвучивал Павел. Понятно, что десятки или сотни людей, которые прошли это узилище по политическим мотивам, это капля в море по сравнению с теми проблемами, или с тем количеством проблем, с которыми сталкиваются остальные люди. И, конечно, эта система требует большего общественного внимания, общественного участия и общественного контроля в том числе, поскольку это всего для общества. Мы старались, чтобы сегодняшнее наше общение было таким неформальным. Возможно, у нас что-то получилось. Если у... я обращаюсь уже к журналистам... Я обращаюсь уже к журналистам. Я обращаюсь уже к журналистам.